всем привет кто меня слышит просьба отписать в чатике видно ли слышно ли меня все ли в порядке как слышимость так уже целых четыре человека набираем постепенно популярность о отлично один человек отписал ну что не будем то доживать сопли перейдем к делу значит кто был на прошлом стриме помнит что я запланировал разговор на тему как вести себя на допросе с попав жернова репрессивной системы этот стрим немножко не получился точнее тот из-за технических проблем сейчас я нахожусь в киеве в квартире с очень быстрым интернетом и я решил сделать тестовый стрим чтобы прочекать насколько вообще это все работает и имеет ли смысл делать стримы вообще или пока что мне не суждено делать их успешными вот и чтобы не делать пустой стрим бессмысленный тестовый да я решил немножко сделать его маломальски осмысленным поговорить о чем-нибудь интересном и вот ходил несколько дней ломался голову о чем же таком рассказать чтобы несколько человек подписались меня послушать и в то же время чтобы это было немножко полезно и чтобы мне это было интересно и в конечном итоге я одну секундочку я отпишу сейчас всем в мессенджер чтобы мне не писали один вообще закрою нафиг потому что у меня идет стрим вот да в общем да и чтобы это было интересно в том числе и мне и вот мне подкинули буквально сегодня такую идею говорят слушай ну вот у тебя в видосах не хватает эпатажа какие-то они скучные сидишь ты там в рубашке своей на фоне черно-красного флага все так правильно все так мило не знаю так серо так и сказали серые серые мои видосы представляете это наверное ну отсылка к видосам анархия просто который да действительно я сижу на фоне черно-красного флага за столом а-ля алексей навальный и вещаю вот и я подумал а мне сказали в твоих видосах не хватает эпатажа да молодежи не интересно вот я подумал ну вот это интересная тема чтобы рассказать вам почему так происходит значит и чтоб я тогда вам сегодня расскажу про то почему мои видосы выходят именно в таком формате чем это обусловлено порассуждаю немножко на тему вообще того как сегодня информация воспринимается и кем в сегодняшнем мире и отвечу на ваши вопросы в принципе вопросы все что вас интересует по поводу моего канала по поводу там не знаю моего тюремного опыта по поводу белорусской политики можете прямо сейчас писать в чатик можете по ходу обсуждения и я вам буду по ходу дела отвечать вот почему я снимаю видосы большинство своих в таком довольно официальном стиле то есть это рубашка либо какая-то простая одежда это такой немножко официоз да почему потому что я считаю что образу анархизма достаточно сильно повредил тот факт что долгое время он был довольно такие субкультурной игрушкой да для многих многих людей то есть в сознании многих большинства даже можно сказать людей по крайней мере в прежние годы сформировался образ анархиста как какого-то субкультурного молодого человека да или девушки которые обязательно должны выглядеть как-то по субкультурному по необычному эпатировать своим внешним видом выражать протест обществу своими там малиновыми ирокезами какими-то незвучайными там шмотками кучей значков нашивок и так далее и тому подобное я считаю во первых что уже давно в сегодняшнем обществе такой протест он не актуален потому что при сегодняшнем капитализме стало можно все и продается сейчас все любой субкультурный внешний вид чуть не сказал лук вот что значит в интернете много сидит вот любой субкультурный внешний вид любой внешний протест на уровне внешности и одежды он уже давно продается и он перестал быть чем то что оспаривает существующие культурные нормы вот к примеру когда я был неформалом жил в гомеле да когда мне было 14-15 лет я вам клянусь что пройти по городу с длинными волосами это было настоящее испытание на смелость это было очень хорошая сита в тусовку неформалов потому что ты шел вечером по городу до тебя постоянно доколупывались компании то есть то что сейчас гопник это такая субкультура которых высмеивают да там маленькие группки молодежи особо маргинальные на районе на районах то раньше это было доколупаться до тебя мог практически любой взрослый мужчина понимаете и ты должен был что называется пояснить за шмот на по-настоящему хой 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 ну вот и тогда это было действительно вызывающим вызовом обществу так себя вести на сегодняшний день вызов обществу это радикальные идеи на сегодняшний день вызов обществу и вызов государству властным институтом это то что ты говоришь и то как ты действуешь а никак не твой внешний вид и поэтому чтобы ломать эти общественные стереотипы о том что анархист это некий субкультурщик я и стараюсь сделать их максимально официально то есть в рамках анархистской парадигмы мои мой внешний вид рубашка и черно-красный флаг и стол с книжкой это тот еще эпатаж на это ломание стереотипов о об анархизме о радикальной молодежи вот поэтому я и хочу считаю что нужно кидать вызов бросать вызов окружающему миру и окружающим системам не своим внешним видом а в первую очередь тем что находится у тебя в голове потому что в этом настоящий радикализм они в поверхностных проявлениях далее в какой-то мере ведя себя таким образом я иду за своей аудиторией почему потому что когда я делал несколько раз анализ своей аудитории в телеграме уже семь человек нас смотрит отлично делал анализ аудитории в телеграме и выбило мне такую цифру по итогам что около семидесяти процентов моих читателей в телеграме это мужчины в возрасте от двадцати пяти до сорока сорока пяти лет то есть это реально у меня в телеграме и я полагаю что также и в фейсбуке и вконтакте нет никаких оснований думать что там как-то совсем по-другому очень моногенная аудитория и соответственно для таких людей выглядеть как подросток было бы странно вот поэтому я выгляжу просто так как я привык и в принципе так как выглядит наверное большая часть моей аудитории вот и еще теперь перейдем уже к рассуждениям о том каковы есть сегодняшние информационные привычки большинства людей в нашем обществе и что в связи с этим как в связи с этим буду подавать информацию я вы наверное заметили вообще на что похожа большая часть контента в интернете это как правило недолгие ролики перенасыщенные какими-то яркими штуками какими-то клипами какими-то картинками визуальными эффектами постоянно сменяющимися кадрами чтобы удержать внимание зрителя постоянно ты должен быть внимание 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 и я думаю тоже не будете спорить что 90 процентов контента в интернете это контент развлекательный и даже научно-познавательный и даже политический контент в большинстве своем пытается мимикрировать под развлекательный в большей или меньшей ступени то есть я например смотрел перед тем как вообще завести свой видеоблог я смотрел видосы Навального если честно я на них учился и вы внимательный зритель может заметить что мои видосы именно те которые хоуммейт да то есть не стримы да там не какие-то там с колес снятые а именно те над которыми я работал они во многом похожи на видосы Навального знаете что я обратил внимание что у них работает такое я его назвал для себя правило десяти секунд то есть не больше чем через каждые десять секунд в кадре появляется что-то что мусить как бы выхватить внимание зрителя то есть это либо картинка какая-то вылазит либо какой-то мемчик либо сменяется кадр вместо Навального там что-то другое появляется каждые десять секунд представляете и на самом деле это касается и огромного количества другого остального контента к чему это приводит тут многие говорят что ну конечно люди хотят чтобы их смотрели ну создатели контента хотят чтобы их смотрели и делают максимально такие клиповые клиповую подачу информации максимально упрощают ее примитивизирует даже добавляя туда максимум юмора какой-то развлекаловки и так далее и люди как бы people have it и действительно ну глупо было бы оспаривать что у такого контента просмотра больше чем у унылых мужиков которые сидят бу 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 там что-то трещат сами себе под нос используя кучу там непонятных терминов это так однако тут имеет место и обратный эффект таким образом люди контент мейкеры приучают свою аудиторию потреблению контента только такого рода и люди разучиваются потреблять что-то более серьезное что требует удержание внимания на одном предмете дольше десяти секунд люди разучиваются потреблять какие-то сложно подчиненные сложно сочиненные смысловые конструкции которые требуют мастительной работы люди разучиваются видеть взаимосвязи люди разучиваются анализировать самостоятельно отучиваются воспринимать какие-то термины и так далее и тому подобное у людей развивается клиповое мышление я думаю вы слышали такой термин так клиповое мышление и если говорить простым языком люди тупеют и понимаете я не хочу идти за этим трендом и начинать корчить рожицы какие-то на камеру танцевать тут плясать не знаю фриковские какие-то поступки делать только ради того чтобы меня смотрела больше людей потому что я не хочу когда будут анархо батлы об этом чуть позже я не хочу вносить этот унесок этот вклад в отупение общее youtube аудитории потому что когда нибудь мы дойдем до такой грани до такого низа что мы уже вообще ничего мало-мальски разумно не сможем вложить людям в головы не отпустившись дает при этом до уровня клоунов да и на самом деле этот тренд он не только ютуба касается этот тренд вообще глобальный смотрите вот кто сидит в интернетах от 10 и более лет я думаю вы заметили какая соц сеть была самая популярная на заре массового интернета возьмем 2004-2006 год life journal что такое life journal это длинные тексты это куча фоток или в первую очередь тексты то есть люди писали там здоровенные тексты эти тексты реально читались потом пошло вконтакте фейсбук инстаграм сейчас какие самые популярные соц сети это конечно же в первую очередь инстаграм и очень хорошо мне кажется отражает эту эту тенденцию такая соц сеть как tick tock вот я постоянно мне в телеграмчике попадаются там какие-то микро видосики да где там с каких-то дурачков смеются я просто вижу как какие-то дети или подростки или даже взрослые люди это неважно кривляются занимаются какой-нибудь дуростью нарциссирует на свой внешний вид там на своей жопы сиськи короче да и так далее но это хотя это главным образом к инстаграму да относится но все равно это просто кривляния и развлечения друг друга и продуцирование усиление своего нарциссизма вот и это и вот эти вот видосы с этим дебилизмом бессмысленным набирают миллионы и десятки миллионов просмотров да чего стоит хотя бы этот нянь косплей да то есть известно эта девочка которая поет отрезки песни хит о мисс да ну те кто шарит немного в аниме и в этих мемах они меня поймут конечно вот набирая десятки миллионов просмотров и я считаю это уже это уже приближаемся просто к этому пределу тупени и поэтому я не хочу конечно никаких делать в это никакой вклад и хочу чтобы моя аудитория развивалась конечно не питая иллюзии о том что я смогу побороть глобальный тренд на клипизацию на упрощение контента не питая иллюзии что я могу своими огромными текстами да перебороть тренд на визуальный контент потому что даже видосы я вам скажу честно я стал делать вынужденно да то есть я привык писать тексты 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 это то что мне дается легко то в чем у меня есть большой опыт и в комментариях я куда охотнее спорю да чем я например делал бы это в видосах но тем не менее я вижу что аудитория идет ютуб аудитория требует видео контент и тот же видос будет даже несовершенен где-то сырой но он соберет больше просмотров и больше даст в мозге людям нежели мой текст написан в фейсбуке и и больше даже посмотрится нежели текст прочитается вот я не питаю конечно иллюзии что я могу повернуть глобальный тренд но я не хочу хотя бы делать вклад и скатываться до уровня вот этих вот кривляк на камеру пускай лучше у меня будет не сто тысяч просмотров а тысяча но это тысяча будет людей думающих которые имеют возможность влиять на окружающий мир имеют желание влиять имеют критическое мышление в куда большей степени чем оставшиеся 90 тысяч потому что хотим мы этого или нет но перемены делают в первую очередь активное меньшинство и уже за активным меньшинством в лучшем случае подтягивается это большинство и вот на завоевание умов этого активного меньшинства я направлен сегодня в первую очередь именно поэтому мои видосы такие скучные вот вам и ответ на вопрос этого стрима вот теперь а еще один момент хотел сказать это по поводу кликбейтов еще один такой маркер моего канала который я стараюсь выдерживать выдерживаю сейчас очень рассчитываю продолжить выдержать в прошлом это отказ от кликбейтных заголовках как же они меня бесят если вы только знали когда я вижу что берется интервью какого-то человека и она его не называет интервью его называют исповедь исповедь там не знаю наркомана исповедь там чиновника исповедь еще кого-то блин это обычное интервью но его назовут исповедью и капслоком чтобы только набить блин эти лишние клики а ты заходишь и ждешь ну где же исповедь где жена а нету исповеди есть обычный блин разговор меня это так выбешивает и так касается это не только этого касается там пишут помню после чего я очень сильно разозлился был видос фейс уехал из россии и я думаю блин ничего себе что-то пропустил рэпер этот фейс да неужели вот он выпустил там этот один альбом и уже настолько его затравили что он вынужден был свалить из рашки и я дал этому обманщику свой клик и посмотрел видос и что же оказалось что фейс не уезжал из россии и я понял что я никогда больше в жизни этого автора не открою потому что он меня один раз обманул ради того чтобы заполучить этот мой несчастный клик да напиши неужели нельзя написать просто привлекательный заголовок но при этом не обманывая читателя я тоже стараюсь никогда это не делать конечно я как журналист я вынужден немножко где-то хайповать попытаться заострить заголовки в сомнеле к видосу ну превьюшки да попытаться как сказать вызвать возбудить интерес да зрителя чтобы ему ну да захотел скликнуть но я для себя установил четкие пределы я не хочу это делать через обман своего зрителя через то чтобы говорить о том чего в видосе на самом деле нету поэтому я уважаю вас мои зрители кликбейта в моих видосах в названиях моих видосов не будет и вот так вот сейчас перейдем к ответам на вопросики из чата так начну с последнего хорошо вижу но не слышу картинку нет так не должно быть картинка должна быть видна если ты не видишь картинку перезагрузи трансляцию я думаю это должно помочь потому что пока что мне больше никто не написал что не видят картинку все вроде как видят когда будут анархобаттлы будут и анархобаттлы и политические баттлы в новом году я анонсирую вам новый сезон на моем ютуб канале я буду звать мы начнем с подкастов я думаю уже все смотрели подкаст точнее слушали подкаст с Ксюшей Малюковой кто не слушал бегите скорее мои видосы слушайте с ней подкаст очень интересная девочка классная активистка а после того как послушаете задонатьте мне обязательно все реквизиты в описании этого видео я очень стараюсь поэтому пожалуйста не забывайте донатить и в новом сезоне будут видосы студийные снятые в студии с деятелями общественными Беларуси которые не очень раскручены не так раскручены как те кого вы привыкли видеть на Радио Свобода на Тутбая и так далее в большинстве своем это будут самые разные люди разных взглядов разных позиций и я буду с ними рубиться с кем-то соглашаться с кем-то рубиться я думаю по большей части рубиться конечно это будет сначала в записи а потом когда я уже набью руку научусь это будет в прямом эфире это будут просто натуральные стримы политических дебатов это то чего нам в Беларуси так давно не хватает и чем почему-то никто не занимается что мне очень обидно вот это что касаемо анархобаттлов идем дальше окно овертона пишет карт Джон окно окно овертона работает поэтому 10 миллионов просмотров но окно овертона такое спорное немного конспирологическое понятие но имеет место да согласен то что раньше было не невозможно непозволительным благодаря усилиям определенной группы граждан становится вполне себе приемлемо планируешь ли вещать на Россию у нас социальную повестку получили популярность марксистские каналы Вестник Бури Рапкор Дмитрий Гоблин Пучков Стейшн Маркс и т.д. анархического особо нет ой больной вопрос вообще насчет марксистских каналов да я обнаружил что в России они получили какую-то неожиданную популярность я сам подписан на канал выход есть это коммуняка российский садонин если что мое отношение к марксизму в целом негативное потому что я считаю что марксизм несет в себе большую опасность авторитаризма что в принципе и происходило в течение 20 века но я стараюсь разделять марксизм как большевизм марксизм ленинизм я уже не говорю про сталинизм и марксизм как культурно-философскую концепцию вот это то самое я считаю что так ненавидят паша северинец и же с ними тот самый культурный марксизм которого на самом деле не существует я стараюсь разделять потому что конечно между Сталиным и эрихом фромом лежит непреодолимая пропасть я думаю это каждый здравомыслящий человек должен понимать хотя и тот номинально марксист и второй марксист вот но я отвлекся от темы да действительно получили большую популярность такие каналы я даже не знаю что лучше либертарианские каналы получившие в России популярность или марксистские но тем не менее но я не хочу переходить на русский язык вот что я вам скажу друзья почему потому что я буду делать отдельные видосы по русски подождите я сяду поудобнее я буду делать отдельные видосы по русски для того чтобы точечно увеличивать свою аудиторию стримы скорее всего буду делать по русски потому что все таки как вести себя на допросе а тут такая тема которая действительно будет она жизненно важна будет всем вот и но в целом посмотрите пожалуйста мой видос на канале есть чему я роблю виды на белорусской мове друзья для меня очень важна антиимпериалистическая повестка товарищи из России могут этого не понимать но гражданское общество Беларуси последних пять лет живет на взводе в ожидании российской агрессии и многие культурные политические деятели они прикладывают огромные усилия к тому чтобы каким-то образом если не предотвратить потому что это наверное в меньшей степени в наших силах то по крайней мере подготовиться и встретить снизить ее вероятность скажем так я как анархист считаю что одной из одним из важнейших факторов защиты нашей от империалистической агрессии является рост нашей белорусской идентичности ее пестование скажем ее продвижение и поэтому так еще там есть вопросы в чатике подождите пожалуйста сейчас я отвечу на предыдущее на все по порядку и поэтому я считаю что нужно нам не укреплять госаппарат не молиться на этого лукашенко который не является никогда не был и не будет гарантом независимости не выбирать президентов националистов и даже флаг и герб они настолько важны сколько важно то на каком языке мы разговариваем потому что если все белорусы будут гореть по-белорусски если у нас будет видно вот это вот подчеркнутое отличие от так называемого старшего брата то ни у кого из российских шовинистов не откроется рот сказать о том что мы какие-то там мы часть России мы там испорченные русские и так далее и махать на нас рукой да посмотрите они же все разговаривают по-русски это же россияне просто вот по недоразумению понимаешь получили они свою нацию по недоразумению им дали их государство то вообще ленин им надавал там и так далее вот это один из немногих способов продвижение белорусского языка это один из немногих способов предотвратить российскую агрессию и бороться с российским империализмом не поддерживая при этом белорусское государство а может и вообще почти единственным почти единственный я хочу этот способ использовать на сто процентов поэтому к сожалению ввиду этого от меня отсекается в какой-то мере русскоязычная аудитория российская аудитория ну простите как есть так есть мы все таки братья славяне поэтому для товарищей из россии я думаю не будет большой проблемой изучить белорусский язык хотя бы чтобы понимать если не говорить самим то понимать о том что я говорю я отношусь к русскоязычным к людям не понимающим белорусского языка к россиянам очень лояльно если какие-то слова непонятные я всегда готов остановиться их объяснить дать ссылку на словарь любые любой каприз ради того чтобы вы только слушали меня на белорусском языке в этом направлении будем двигаться и дальше як поводить себе на допыти друзья как поводить себе на допыти я расскажу на следующем стриме сейчас мне неохота это рассказывать я этого сейчас не планировал тема другая я это не анонсировал поэтому это было бы немного нечестно сейчас рассказать вам пришедшим и не дать людям прийти которые хотели бы задать мне вопросы в живом эфире я планирую пока что предварительно стрим на эту тему завтра пятница вечера то есть это в районе 8-9 часов вечера я не знаю правда лучшее ли это время для стрима потому что пятница вечера считается все отдыхают от работы особенно люди которые в офисе работают они вряд ли захотят втыкать в компьютер еще и меня слушать после рабочего дня пятница вечер ну вы понимаете сами но я наверное все таки пока к этому склоняюсь потому что сейчас я в Киеве суббота вечер воскресенье вечер у меня будут заняты если кто-то категорически против пятницы вечера пожалуйста напишите в чатик идем дальше что будет когда Лукашенко уйдет поменяется что-нибудь в стране или нет ох я столько сейчас могу наговорить на эту тему я давно считаю что проблема того что происходит на стране нашего сегодняшнего политического строя язвы общества социальные проблемы авторитаризм уже давно главным главной их причиной не является Лукашенко дело в том друзья что за последние 25 лет Лукашенко выстроил не только выстроил не только государственную вертикаль власти которая делает которая отражает авторитарные его личные стремления она уже стала довольно самостоятельной то есть эта вертикаль поймите она будет действовать и без него потому что она уже настолько укрепилась настолько обросла собственными культурными и социальными нормами настолько села плотно на ресурсы которые она выкачивает из общества это и властный ресурс и конечно в первую очередь экономический ресурс это уже самостоятельный бюрократический аппарат и смени Лукашенко на другого президента он продолжит жить и работать по своим внутренним законам по которым он живет сейчас поэтому если раньше можно было вслед за Жириновским сказать Беларусь спасет снайпер сейчас так сказать нельзя Беларусь снайпер не спасет это что касается только госаппарата но более того вы сами понимаете что большинство инструментов воздействия на массы на людские умы находятся в руках государства это в первую очередь СМИ ну сейчас правда на СМИ уже нарушена монополия но это отдельная тема СМИ система образования и вообще вся весь аппарат культурной гегемонии ну я не буду перечислять полностью все даже кроме образования туда же и армию можно впихнуть и тюрьму и государственные работы они все также обеспечивают воспитательную функцию помимо прочего так вот все рычаги управления людскими умами находятся в руках государства и сообразно мышлению в голове у Лукашенко он скопировал свой образ мышления спроецировал на все общество через этот государственный аппарат это кстати то третья подряд ссылка на мой видос о чем я уже говорил о чем я говорил в подкасте про культурную гегемонию смотрите так же у меня в канале что образ мысления правящего класса в государстве в капитализме становится образом мышления всего общества к этому по крайней мере они стремятся и о чем это говорит что сейчас если совсем упростить все общество стало мыслить как Лукашенко в какой-то ступени я не отметаю того что большое количество людей в Беларуси хотят перемен и не верят Лукашенко и мыслят по другому и прогрессивно но в целом если смотреть влияние его и его госаппарата на людские умы огромны о чем это говорит возвращаясь к ответу на твой вопрос что если сейчас уберешь Лукашенко ничего не поменяется в корне какие-то радикальные реформы сверху просто ломку всего этого общественного сознания начнутся перемены как в Грузии пришел радикал ну как радикал либерал радикал к власти и многое поменялось но в общем и целом я вам скажу так Лукашенко идет в первые годы ничего не поменяется если только не затеять мега радикальную ломку а что ее затеет новый правитель далеко не факт идем к следующему вопросу какие планы еще в этом году в этом году друзья мои сейчас я раз уж вы задали мне этот вопрос я даже сейчас открою свой файлик с контент планом и расскажу вам что ждать один момент в этом году друзья я планировал сделать следующие видосы это агляд анархистских ресурсов белого СССР зарабить видос з аглядом сяго белорусского политичного ютубу амаль 20 каналов зарабить да десятага у ключ на выпуске программы серые сериалы анархия просто и еще один видос знять скрытый капитализм про який я пакуль что не буду раскрывать карты однак видовочно мне уже зараз что на все это меня на жаль не хопить потому что весь час а кроме того что весь час кроме того что это вельми шмат часу займая весь час прилетают новые темы на якея треба рабить больше терминова альбо на якея просто вельми ведается душа лежать зарабить то есть например я вернусь с Киева я в первые дни обещаю вам зараблю видос агляд на книгу Томаса Пикетти Тома Пикетти правильно сказать капитал в двадцать первом веке сделаю обязательно обзор видео маленький потому что под семьдесят процентов читателей моего телеграма проголосовали за этот обзор они хотят его видеть вот поэтому ждите такие планы в этом году это что касается видеоблога или вы какие-то другие планы имели в виду там не знаю устроиться на завод не знаю жениться второй раз что еще хотели узнать какой интерес должен быть чтобы произошла российская агрессия эта агрессия может проявиться российский интерес империалистический он заключается в том что Россия нацелена на экстенсивное развитие ввиду своей отсталости в плане технологий в плане социального лада она не может развиваться интенсивно то есть вовнутрь как например делает Япония как делает США для роста развития она вынуждена захватывать новые территории и вкалывать своему населению наркотик имперского шовинизма по новой и по новой сейчас есть такая вероятность потому что эффект от Крымнаша уже прошел социальное экономическое положение в России только ухудшается и есть такая мысль среди политологов что может Путин решить поднять свой рейтинг путем аншлюса Беларуси в общем еще какой интерес экономически отжать Беларусь калий почему нет что мало в Беларуси интересных предприятий БелАЗ почему нет ну то есть это чекистская вот эта вот мафия да там чекисты олигархи все у них же аппетиты никогда не кончаются всегда хочется отжать себе какой-то очередной лакомый кусочек вот поэтому интересов захватить а ну блин транзит в Европу прямой да то есть понимаете это такое место через которое идет просто фантастическое количество груза в Евросоюз сейчас все деньги с них стрижет белорусская казна белорусский бюджет почему бы русскими захотеть его стричь да вот вам интерес хотя опять же я не считаю что на сегодняшний момент вероятность российской агрессии очень высока но она постоянно подспудно присутствует если хотите знать мое мнение этот счет я вот так же подробно разложил с аргументацией в одном в одной из своих статей на новом часе называется агрессия инкорпорация ти ничего можете погуглить в новом часе гуглиться по ну не гуглиться по поиску можете посмотреть идем дальше на вопрос отвечаю на белорусском тоже прикольно мне школа экстремизма понравилась и в целом понятно ну прикольно я надеюсь это беларусь писал я за пятницу вечер отлично романство хворое на лукашенко покора обуяковой страх ну так для того я с вами упрямым эфиры как изменять ситуацию до лепшего с каким человеком ты бы хотел сделать интервью и почему а не скажу это будет небольшой сюрприз следите за моим каналом подписывайтесь я там все расскажу анонсирую в ближайшее время знаете еще почему я не хочу говорить потому что в любой момент может сорваться пока я не сделал это видео пока не нету отснятого материала который я могу завтра выложить зачем анонсировать завтра этот человек что-то ему стукнет в голову он откажется или не сможет или я не смогу а я уже пообещал сказал а будет там с таким-то челом там батл не люблю такое не люблю фуфлить кого смотришь на ютубе политический ютуб интеллектуальный о россиянин пожалуйста смотрит школу экстремизма и понимает по белорусски вот пожалуйста все россияне берите пример мы братья славяне мы должны точнее вы должны понимать нас вот кого смотришь на ютубе политический ютуб интеллектуальный да ну конечно не буду врать я и развлекательных каналов несколько смотрю вот но они конечно большинство не составляет на их подписках кого я смотрю на ютубе навальный страна для жизни будобельская показуха выход есть сергей садонин светова смотрю михаила светова российского либертарианца но но это наверное такое основное в принципе ну да мне более чем достаточно знаете может кого-то забыл сергей не 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 а не Я уже забыл На какой вопрос я отвечал О, представляете, старость и радость Напомните, что кто-нибудь в чате Про что я говорил только что Отвлекли, блин, этой модерацией И новым сообщением в чате Привет из российской глубинки Практически все знакомые Кому мозги уже промыли Говорят о насильственном присоединении И Беларуси, и Украины И принимают это за естественный нормальный факт Ну, я могу сказать, что Говорить-то, конечно, они могут все, что угодно Но Не факт, что это произойдет Все-таки не надо Преувеличивать силу Российской империи Потому что она сейчас ведет де-факто Две войны С большим оттягиванием ресурсов Это война в Украине И война в Сирии Расскажи, как ты думаешь, если будет присоединение насильства Эта война в Украине Война в Сирии Плюс российские наемники Уже засветились, наверное, в десятки стран Африки И Таким образом Это тоже требует огромных денег Огромных ресурсов И я все-таки считаю Зная, насколько я слежу за деятельностью Лукашенко Он не тот человек, который будет сдаваться без боя Я считаю, что попытка насильственного присоединения По донбасскому сценарию Это будет война Однозначно И Присоединить всю Украину Я даже уверен, что в России даже не рассматривается такой вариант Беларусь Еще да Всю Украину Это нереально Если бы они могли это сделать Они бы это, поверьте, давно сделали Чисто технически Захватить территорию На какой-то период Они смогут Но Удержать ее Я не верю, что это возможно Это будет реально очень сложно для них Да Ну вот правильно Пишут Такого российского экономика Нет Если российские пенсионеры Еще Сирию выдержали То Беларусь И Украину Они могут уже и не выдержать Вот Я не могу никак вспомнить О чем я говорил перед этим Не закончил свою мысль Про Сергея Павловича Я говорил Ой, что же я про него говорил Блин, вот вылетел Ладно Про Ютуб И что я говорил про Ютуб Ладно, проехали Хрен с ним Сейчас будем еще сидеть Вспоминать полчаса Что я говорил Расскажу ли подробнее Про тюрьму Да Я уже рассказал Кого я смотрю В принципе Ничего нового Вот Я могу сказать еще Только что я новая На новые каналы Я почти не подписываюсь Потому что У меня уже такой Перегруз идет По контенту Что это просто Жесть Это просто Жесть Нету времени Даже, блин Посмотреть Все, что хочу Вот сейчас, кстати Идет стрим От Эдуарда А, вот Еще вспомнил Кого я смотрю Еще смотрю Эдуарда Пальщица В таким Метафорическом Метафизическом смысле Конечно Но я вам всем советую На него подписаться Его смотреть Вот Толковый человек И очень много умных мыслей Говорит Очень во многом С ним согласен Хотя в целом Наши политические позиции Конечно Во многом Расходятся Вот Расскажу 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 Подробнее Про тюрьму В каком-нибудь Видосе Стриме Вебинаре Раскрою Тогда Карты Раз уж Пошел Такой вопрос Раскрою Карты Про Еще Один План Мой Про тюрьму Я подробно О Ё-моё Вспомнил Что я хотел сказать Вот оно Всегда Хорошая мысля Приходит Апосля Ребята Кто Смотрит Сейчас Присоединился К моей Трансляции Будьте так добры Не забывайте Мне донатить Очень много времени Мне уходит На изготовление Видосов На доведение До ума На написание Сценариев На подкасты На организационные моменты Это время Деньги Которые Мне никто не платит Никто мне не дает Я никаких Не получаю Грантов Ни от Сороса Ни от рептилоидов Ни от Кого бы то ни было Поэтому Если захотите Меня поддержать Копеечкой Будьте добры Это одно объявление Второе объявление Я хочу сделать видос О том Как вести себя На допросах В пятницу вечером Если вы не против Пожалуйста Отпишите сейчас В чатике Если против Тем более Отпишите И третье Десятого ноября Десятого ноября Воскресенье В 11.00 Друзья из Минска Приходите на мой семинар Как сохранить здоровье В тюрьме В пространстве Кто такой Джон Голд Не опаздывайте Вход 20 рублей Два часа Я буду подробно Рассказывать О том На своем опыте И на опыте Который я Изучил уже позже О том Как сохранить здоровье В тюрьме Чай и печенки Бесплатно И еще получите Чек-листы Сейчас поехали дальше Отвечать на вас вопрос Насчет тюрьмы У меня был такой план Появился Я в своей книге Фарбы параллельных Более-менее подробно Очертил То что происходило Со мной в тюрьме За эти 5 лет Но один здоровый Ковалок В 2,5 года Остался практически Непокрытым Это ковалок Касающийся Моего пребывания В Могилевской тюрьме Номер 4 Могилевская крыта Я вам скажу Друзья Это место До такой степени Специфическое И уникальное Что Оно реально Заслуживает Многотомного Блин Издания А не то что Одной книги И мне очень много Есть что про него Рассказать И того что я видел И того что я Отрефлексировал И того что я Чувствовал там И все это до сих пор Остается только В моей голове Это еще не высказано Там есть такие вещи Не подумайте Что я сейчас делаю Какую-то дешевую рекламу Но там происходило Такое во что Многие из вас Даже не поверят Я наблюдал Своими глазами Такие вещи Что Они Далеко ушли От самых страшных ужасов Которые вы на сайте Весны можете прочитать Я долгое время Молчал об этом Потому что Думал что Ну не думал Так оно и было Что озвучивание всего Что я там видел Могло Навредить людям Которые там По-прежнему находятся Ухудшить их положение Каким-то образом Сегодня Спустя Сколько Четыре года После того Как я оттуда выехал Это уже не актуально И Поэтому Я думаю Что пришло время Об этом рассказать В серии видео О том Как я Пребывал В Могилевской Крытой В хронологическом Порядке Что я там видел С кем я там Познакомился Что эти люди делали Как себя вели Мусора Что они там Творили Главной темой Конечно Мотивом Будет Спайка Симбиоз Между Мусорами И блатными В этой тюрьме Про что можно Говорить Очень долго И Про тот Род Социальных Отношений Про те Социальные Конструкции Причудливые Уродливые Уникальные Которые Больше нигде Не встретишь Которые Выросли В этой Тюрьме И я Наблюдал Это На своей Watch Вот Я хочу Сделать Про эту Серию Видосов Это будет До 10 Видосов Приблизительно Каждый По 40 Минут Они будут Очень Скучными Скучные Как все Мои Видосы Я буду Просто Сидеть За столом Там Не будет Картинок Песен Плясок Вставок Из видео Буду Просто Сидеть За столом И рассказывать Что я видел Что я пережил Вот Я это планирую Не факт Что я это сделаю Не 100% Но я хотел бы Если у меня Хватит времени Просто поймите Друзья Чтобы вы понимали Сделать Качественный 30-минутный Видос Если это не Видос С колес Что Набубнел Выложил А именно Добавить Например В него Картинки Добавить Должную Аргументацию Добавить Видео Вставки Какие-то Интервью Там Цитаты С телевидения Ну там Все-все-все Чтобы подтверждало Мою аргументацию 30-минутный Видос Ну около 10 часов Можно делать Понятно Что ты за один День не сделаешь Это если учитывать Еще и написание Сценария Понимаете 30 минут Вот 10 часов Работы А порой и больше Это не считая Рендера Когда просто Ты не можешь Ничего делать За компом Потому что Рендерится Видос Ну то есть Склеивается Все Выдается Готовый файл Это большая работа И к сожалению Не на все Хватает времени Но я буду стараться Посмотрели этот стрим Возьмите Скинься своему другу YouTube.com Slash Ancom1933 Скажите Дружище Посмотри Какой хороший канал Подпишись Обязательно Вот это будет Ваша маленькая Благодарочка За Просмотренный Контент Буду вам Тоже благодарен Если так сделать Крутая идея Жду видоса Спасибо Рад уже Что как минимум Одному человеку Это надо Последний вопрос Про тюрьму Главное Что вынес С этого Опытом Сейчас я подвисну На Секунд 20 И скажу вам Что главное Потому что Я каждый раз Когда сам Задаю себе Этот вопрос Я не могу Найти на себя Для него ответ Потому что Главного много Вот Придумал Главное Ценить Дружбу И человеческие Отношения Находящиеся Вокруг Происходящие Вокруг тебя Мне неправильно Сказал Цените Хороших Людей Которые Вокруг вас И цените Добрые Нормальные Человеческие Отношения Вы не представляете Какой Лютый Дефицит Этого В тюрьме Этого Там не хватает Больше Чем Чего бы то ни было Доверие Уважение Равенство В отношениях В дружбе В любых Других Отношениях Любовь Товарищеская Любая Другая Это самое Главное Чего вам Будет не хватать Если вы Не дай бог Туда попадете Если вам Сейчас кажется Что ваш Друг Вам там Какую-то Гадость Сказал Или там Где-то Нехорошо Себя Повел Еще что-то И вы После этого На него Разозлились Перестали С ним Общаться То поверьте Если вы Туда попадете Вокруг вас Будет В огромном Количестве Находиться Такая Мразь Что вам Ваш Самый Плохой Друг Покажется Просто Ангелом Поэтому Дорожите Дружбой Дорожите Человеческими Отношениями Так Если человек Вами Не дорожит Вашей Дружбой Вашими Отношениями Смело Можете Прерывать Общение С ним Вот этого Там не хватает И поэтому Я после этого Пересмотрел Свои отношения К дружбе К товарищам Стал Скажем так Гораздо Менее Требователен К ним И понимаю Что сейчас Отношения С людьми Даже если Где-то Они чуть-чуть Портятся Где-то Что-то Не так Я стараюсь Сохранять До последнего До последнего Пока Там не Окончательный разрыв Понял Важность Тезиса Худой мир Лучше доброй Ссоры Поэтому Цените Цените Человеческие Отношения Взаимопомощь Даже Там где Ее совсем Немножко есть Потому что Есть места Где ее нет Вообще Вот Где вокруг Вас Только подлость Ненависть Желание Возвыситься За ваш счет Вот Такого там К сожалению Очень много Потому что Тюрьма Как Иерархический Институт Она способствует Тому Чтобы в людях Проявлялись Только самые Плохие Качества Эгоистические Это агрессивная Среда Где каждый Выживает Как может В агрессивной Среде Как правило Не проявляются Людские Лучшие Качества Они Они там Там бывают Тоже Тоже Для них Там Есть Место Порой Но В общем И целом Это страшная Страшная Система Ценностей Страшная Страшные Нормы Поведения Вот Теможливо Быть Давайте так Сейчас 50 минут Я уже стримлю Да Давайте До часа Ровно Постримим Добренько Уже 17 человек Смотрит Слушает Блин Я не ожидал Что столько У нас много будет Вот До часа И дальше Я пойду Заниматься Своими делами И вы тоже Вот Теможливо Быть подрихтованным До турмы Да Можливо И Вася Сидорчук Привет Привет Вася Сидорчук Можливо И Я могу сказать Что я этим занимался С того момента Как я стал Сознательным Анархистом У нас уже поздно Поэтому прощаюсь Пока Элис Кэтлайс Кэт Кэт Кэтл Кэтлс Кэтлайс Да Пока Элис Кэтлс Кэтлайс Спасибо Что Принимала Такую активную Участие Столько вопросов Задавала И что Подключилась Все бы были Такими Лояльными Слушателями Вот Можно подготовиться К тюрьме И С тех пор Как я стал Сознательным Анархистом На рубеже 14-15 лет Я видел Читал биографии Многих анархистов Видел Чем они кончали Конечно же И Понимал Что Если ты будешь Действовать серьезно Если ты будешь Действовать Целенаправленно И самое главное Если ты будешь Действовать успешно То тебе не Избежать Репрессий Стороны государства И тюрьмы В том числе Поэтому я Себя готовил Я вам Ну вот реально Без хвостовства Скажу Что я уже В 14-15 лет Читал статьи Как выжить В тюрьме Книги Читал Статьи Книги о том Как вести себя На допросах Смотрел фильмы Про тюрьму Интересовался У сидевших И К тому моменту Когда я сел Мне это во многом Помогло Конечно Психологической ломки Вам не избежать Потому что Вы попадаете В полностью Неестественные Ненатуральные Условия В которых Человеку Быть не должно И Вас будет ломать И вам нужно будет Время на адаптацию Эта адаптация Будет болезненной Однако Подготовить себя К тому Чтобы не попасть В просаг Не попасть В какие-то глупые Или неприятные Истории Узнать Нюансы Тюремные Субкультуры Узнать То Как там Себя люди Ведут Это все Абсолютно Возможно И Возможно Даже бытовым Мелочам Каким-то Шабад Шалом С Киева Здоровенько И Научиться Таким Каким-то Вещам Бытовым Как там Плести Коней Плести Веревки Из ниток Делать Кипятильники Из бритвы И так Далее И так далее И тому подобное Этому можно Даже тоже Заранее В тюрьме Научиться Торпеды Делать И загонять И к себе И тем самым Вы просто Заехав Вы поразите Всех Сокамерников Своим знанием Можно еще Жаргон Выучить Петух Гамбург Черт Черт Монтефель Присмотреть Пару Фильмов Российских Про ментов И бандитов Про тюрьму И просто Можно Сходу Сказать Как в том Анекдоте Когда мужик Заходит в камеру Говорит Здорово Козлы Короче Ну его там Побили Отлупили Отмытузили Подняли За шкирку Посадили Сказали Ты что дурак Ты же понимаешь Что такое В козлы В тюрьме Это оскорбление Как ты вообще С мужиками Поздоровался Он такой А Ну так бы сразу И сказали А то набросились Как петухи Вот Можете так Попробовать Отрепетировать В тюрьме В рамках Подготовки К Отсидке У недели На Куропа Ты идешь Нет На жаль Не иду Потому что Я сейчас Нахожусь Не Не в Беларуси Я Друзья мои Уехал Магистра Получать В Люблин Польский И пока что Большую часть Времени Я висну там Сейчас я На Зирувке Учусь Учу Польский язык Чтобы следующие Два года Зарабатывать Себе Диплом Магистра Чтобы продать Себя на рынке Труда И получать Нормальную Зарплатку Коля Ты энергист А какова цель К чему ты хотел бы Прийти По итогу Сочи за новинами Конечно Сочу Я Я живу здесь Не польской Политической жизнью Живу полностью Беларусским Политическим Контекстом Вот И ты Вася Сидорчук Сочи за Каналом Radix Да-да-да К чему я хотел бы Прийти По итогу Я хотел бы Прийти К Безгосударственному Обществу В котором Средства Производства Капитал И Все ресурсы Будут принадлежать Людям в равной Степени Вместо того Чтобы власть Отдавать Каким-то Отдельным Личностям Или Бюрократическим Структурам Я предлагаю Просто разделить Между всеми Более-менее Поровно Вот и вся Моя программа Еще про Анархизм Возникают Проблемы С экономическими Обоснованиями При пропаганде И вообще С теорией Что это Работает Да Кстати Вот еще Один человек Написал Что будем Чекать Пятничный Стрим Тогда все Решено Друзья Пятница Сейчас в Минске Как я понимаю 22.46 Да Поправьте Если я ошибаюсь В пятницу Тогда В 20.00 Давайте По Минску 20.00 По Минску В пятницу Это уже У нас будет Завтра Да Так Так В пятницу Завтра В 20.00 По Минску У нас стрим Как вести себя На допросе Жду вас Зовите Друзьяшек Усаживайтесь С семьями С детьми С бабушками С дедушками Буду Делиться Полезными Навыками При анархизме Возникает Поведливость С экономическими Обоснованиями Да Друзья мои Есть такая проблема У нас осталось Три минуты Есть такая проблема С экономическим Обоснованием Почему Потому что Анархисты В большинстве Сум гуманитарии Вот в чем дело Они приведут Тысячу обоснований Почему государство Плохо Как оно Утесняет Личность Как можно Раскидать Власть Между людьми И Сделать Громадство Более-менее Галитарным Но когда Касается Того Что А как Рабочие Там Пять тысяч Рабочих Будут управлять Заводом Здоровенным Когда Начинаются Там Экономические Аргументы Они там Кидаются Экономисты Там Капиталисты Либералы Кидаются Тем Что ваш Социализм Ваш совок Никогда не Работал Многие Анархисты К сожалению Фейлят В этот момент Я вам скажу Даже по себе Что мне пришлось Очень много Поработать Над Экономической Аргументацией Чтобы чему-то Научиться И не фейлить В таких Спорах Эта тема Отдельная Для разговора Про экономику Анархизма Я вам скажу Что Только если Совсем Коротко Такой Аргумент Можете Использовать В споре Что Экономика Анархизма Это Децентрализованная Плановая Экономика То есть С одной стороны Она является Плановой Потому что Она исходит От конкретных Нуж Людей А не От невидимой Руки рынка Потому что Невидимая рука Рынка Как вы сами понимаете На самом деле Это рука Монополий Рука Крупного бизнеса Который двигает Рынок в том направлении Который ему выгоден Заставляя нас покупать То что Им нужно А не то что Нужно нам В реальности То есть Это экономика Плановая В любом случае Эта экономика Максимально Децентрализованная Потому что Где централизация Где предприятие На 5-10 тысяч Человек Там конечно же Возникает Концентрация Власти И конечно же Такие предприятия Управлять Демократическим Путем Гораздо Сложнее Но конечно Если мы хотим Сохранить Текущий Уровень Жизни Нам необходима Какая-то Экономическая Кооперация Этих Децентрализованных Экономических Структур Потому что На децентрализованном Предприятии В 30 человек Ты БелАЗ Не произведешь Не произведешь Ракету Которую в космос Можно отправить И так далее И очень большие планы В плане Экономики В плане Удовлетворения Людских нужд Я возлагаю На То Чтобы Планирование Производилось Путем Компьютерного Моделирования Через Компьютерную Программу Это сразу Отсекает Целый строй Бюрократов И сразу Дает Большие Перспективы На Освобождает Рабочие руки Короче говоря Главным образом И убирает Слой людей Которые могут Манипулировать Этими результатами Вот Посмотрите Серию Плейлист Анархия Просто Там у меня Есть целый Видос Посвященный Экономике Анархизма Если хотите Я постараюсь Посвятить Еще один Видос Пишите Какие Более Конкретно Можете В комментах Экстрим Написать Какие Более Конкретно Вы хотите Вопросы Узнать Так Осталось Пару Минут Друзья Давайте Уже Закругляться Так Пятница Пятница Всех устраивает Анархизм Гуманитарий Походу Жесткое Исключение Замечательно Хорошо Что Есть Исключение А ты Кто Напишет Айтишник Или Экономист Или Может быть Биолог Сколько Нужно Людям Товаров Столько И Производим Совершенно Верно Потому Что Сейчас Высчитать Это Совершенно Вообще Не Представляет Никакой Проблемы Заложить В эту Компьютерную Модель Пол Возраст Рождаемость И Мощности Самой Экономики И на выходе У тебя Сколько Всего Произведить Начинает Зубных Щеток Заканчивая Туалетной Бумагой В чем Проблема Это Сделать Проблема В том Что Блин Мощности С одной Стороны Производственные Уходят Хрен Пойми Куда На Оружие На Производство Оружия На Производство Предметов Роскоши На Удовлетворение Нужат Обогатиться Зачем Капиталистам Такая Система Принтеролог Нормальная Профессия Где Обучают Такую Учеба Тяжелая В Европе Да Особенно Если Ты хочешь Чему-то Научиться Она Будет Тяжелая Физик Учусь На Физтехе Ну Молодец Красава Сделай Ядерную Бомбу Для Анархистов Учеба Тяжелая В Европе Да Я отучился Перед этим В ЕГУ Отучился На бакалавра К сожалению В ЕГУ Поступает Довольно Много Белорусов Которые думают Что там Учиться Не надо Нихрена Подобного Учиться Там Надо Я учился Каждый Божий День Я учился Я много Читал Умел Хороший Высший Бал Средний Бал Вот И Очень Старался Конечно Если ты хочешь Симу На какие-то То ты можешь Забивать Не ходить На лекции Но мне было Интересно Поэтому я учился Много И даже Здесь На зирувке Я встаю В 6 утра Иногда В 6.30 Пары У меня До часу До 2 часов Дня После этого Я прихожу Домой Делаю Домашку И у меня Только Ну учитывая Вы же поймите Нужно Поесть Там Вся эта Бытовуха Вот у меня Свободное Время Начинается Ну часов С 5 Вечера И за это Время Очень много Не наделаешь Да То есть Учитывая Что надо Еще работать Выполнять Какие-то Всем в соцсетях Ответить На все Комментарии Со всеми Посраться И так далее Обучают В Кутаиси А ну все Тогда понятно Я понял Есть у нас Такие Да Ну что Друзья Спасибо всем Кто был на стриме Я реально Не ожидал Что столько Народу Придет Завтра На том же месте В тот же час В 20.00 По Минску Разговариваем О том Как вести себя На допросе Я уже Приготовил План Размовы Нам Приготовил Все Что хочу Вам сказать Полностью Уже знаю О чем Будем вести Речь И жду Только ваших Вопросов Уточняющих Вот Ждите Зовите Друзей Всем спасибо Всем хорошего Вечера И Хорошо Завтра Сходить На работу А кто Не ходит На работу Тем Желаю На нее Никогда Не ходить Все Пока Рад был Вас Видеть